Тест шеф-ножа с сайта Алиэкспресс от компании Хежин со сталью, которая считается китайским аналогом японской стали Вега-10. Всем мира, добра и любви! Сегодня будет очень интересный тест на очень интересный нож. И почему этот нож для меня так интересен и почему мне так интересно узнать результат вот этого теста? Во-первых, это первый нож, с которого началось мое знакомство с производителем Хежин. И этот нож, у меня про этот нож больше всего информации. Я знаю на что он способен и я знаю насколько он хорош. И вот по моему мнению на сегодняшний день это народный нож Хежин. И здесь вы платите именно за практичность. Не только за вот эту красоту, не только за вот эту дамасскую сталь, не только за сердечник из китайской Вега-10. Но это практичность, это удобно, этот нож реально долго держит и пользоваться этим ножом само удовольствие. Поэтому мне будет очень интересно сравнить вот эти результаты, которые сегодня покажет вот этот нож, с результатами предыдущего ножа. Это был также нож от Хежин, но с топовой сталью М390. И будет интересно, насколько этот нож там хуже, а возможно даже лучше в стойкости режущей кромки к затуплению. Поскольку цена, конечно же, намного дешевле вот в этого ножа. Это один из самых бюджетных ножей, наверное, Хежин. Поскольку Хежин это как бы люксовый бренд, он это тот же производитель, что и ножи Синзуо. Только после того, как на Синзуо уже все проверено, все хорошо, только после этого выпускается с этой же сталью нож Хежин. Но там уже бренд как бы люкс, не люкс, а просто более премиальная рукоять и так далее. И вот этот нож есть в варианте из Синзуо. Я, в принципе, оставлю ссылку в описании под видео. Он также есть у меня, и у этого ножа также много информации у меня есть. И они очень схожи, разница только в геометрии, в рукояти и так далее. А сталь точно та же и точно те же характеристики. Сразу же хочу сказать, для тех, кто все же пожелает купить этот нож, он очень хорошо точится, он не ржавеет. В принципе, если за ножом хорошо смотреть, вот в таком состоянии этот нож у меня уже не знаю сколько лет. И я его только затачиваю. Если вы там пользуетесь дома на кухне, я не знаю, до очень-очень долго вы будете работать ножом, пока дождетесь вот усталости. А если вы, конечно же, работаете профессионально и там нарезаете очень много мяса и так далее, ну это будет по ситуации уже. Но в любом случае этот нож реально очень хорошо удерживает заточку. И в принципе, мы сейчас это все будем проверять на данном тесте. Здесь у нас угол заточки в 30 градусов, то есть по 15 градусов на сторону. И тестировать мы будем только вот эти 10 сантиметров. То есть, срезать мы будем вот этими 10 сантиметрами и тестировать на стойко-стрежущей хромке к затуплению также вот эти 10 сантиметров. В конце этого видео мы узнаем выносливость этого ножа, то есть сколько он срежет вот этих рулонных кусочков до среза одного листа вот этой бумаги. А также мы узнаем, насколько он крепкий, поскольку срезать эту рулонную бумагу достаточно тяжело. И по мере затупления этого ножа я прикладываю все больше и больше усилия. На кухне такого усилия, конечно же, вы не используете, но это хороший тест для надежности ножа. Сразу же хочу сказать, что я уже его проверял, был немного другой тест, но этот результат мы будем как бы сравнивать с другими результатами ножей Хежин и Синзуа и так далее, поскольку это уже будет общая какая-то таблица, общий тест и это будут как бы одни и те же условия для всех ножей. Поэтому я решил сделать еще вот этот тест. Но поначалу, когда я только получил этот нож, я делал тест немного другой. Если кому-то интересно, посмотрите на результаты этого теста. На этом все, вроде бы все рассказал. Сейчас приступаем к тестированию и в конце этого видео я поделюсь с вами своими впечатлениями о этом ноже. Если есть какие-то вопросы, замечания и так далее, пишите в комментариях под видео. Также поддержите мою идею с тестированием ножей и поставьте лайк этому видео. И любой комментарий в поддержку. Я буду очень признателен и для меня это очень важно. Начинаем тест. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...